Привет всем! Продолжаем наш толковый словарь буддизма. И сегодня мы поговорим про три яда. Они же три неблагих корня, они же три огня. И эти три яда это муха, заблуждение, неведение, рага, жадность, привязанность и, наконец, двеша, отвращение или ненависть. Эти три состояния взаимосвязаны. Их обычно изображают как трёх животных, которые кусают друг друга за хвосты. Это моха, свинья, рага, птица и двеша, змея. То есть получается, что свинья кусает за хвост птицу, птица кусает за хвост змею, а змея свинью. Они находятся в центре колеса самсары и являются, ну, пожалуй, тремя основными причинами, или даже, можно сказать, одной такой кластерной причиной, почему мы страдаем, испытываем дугху и перерождаемся. Почему? Как получается так, что они взаимосвязаны? Ну, смотрите. Вот у нас есть рага, птица. Это жадность. Мы постоянно хотим получить то, что нам нравится, то, что нам кажется привлекательным. Двеша, змея, истекает из этого, проистекает из этого. То есть мы хотим получить то, что мы считаем привлекательным, но в то же самое время мы не хотим ни в коем случае как-то соприкасаться с тем, что нам не нравится, то, что нам кажется отвратительным. И вот здесь Двеша кусает за хвост свинью, моху. Мы считаем, что мы можем получить то, что мы хотим, и можем не получать то, чего мы не хотим. Это заблуждение. Вот они, все три животных, которые друг друга кусают за хвосты и нам мешают. Как избавиться от этих животных? Ну, во-первых, ловить их в себе и не допускать. Но, что еще важнее, развивать в себе три благих корня. Праджня, мудрость. Дана, щедрость. Иметта, сострадание, доброту. Если вы будете вот эти три благих корня в себе всячески культивировать, то для этих трех нехороших, плохих животных просто не останется места, и они уйдут. Ну, по крайней мере, так считается. Давайте попробуем, вдруг получится. Всем спасибо, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok